15-летняя героиня, школьница из Челябинской области, спасла из полыньи двух детей. Теперь девушку представят к награде МЧС за спасение погибающих на воде. Если бы мы в этот день шли бы по этой же тропинке, мы бы не заметили мальчишек. Для очистки пруда в деревне Козбаева вырыли траншею, и привычный путь для местных оказался недоступен. Поэтому жители пробираются из одной части деревни в другую по тропинке через болото. Здесь же обычно ходят и двоюродные сёстры Виолетта и Эмилия Нуранбековы. Но однажды, возвращаясь поздним вечером из школы, девочки решили подойти к траншее. Но почему-то в этот день нас потянуло именно пойти вот этой дорогой. И мы услышали крики о помощи, подбежали к этому месту и увидели, как вон там уже мальчики в Ипсутоне. Глубина траншеи больше четырёх метров, а вода в ней ледяная. Времени на раздумья у сестёр не было. Действовать они начали незамедлительно. Один из мальчишек уже начал тонуть. Спустились и увидели двух мальчиков. Арсений, он уходил с головы под воду, и Максима. Сначала мы с сестрой вытащили Арсения, потому что он больше нуждался в скорой помощи. Потом мы спасли Максима, вытащили из воды, подтянули за руки. И пока Виолетта оставалась с младшеклассниками, Эмилия быстро побежала домой. Но не от страха, а за помощью. Я побежала бегом домой за тёплыми вещами. Взяла тёплые вещи и обратно прибежала. Мы сняли мокрые куртки их, не тяжёлые. Переодели на сухое. И потом позвали взрослого, чтобы он их уёз домой. Когда мальчишек увезли греться, сами сёстры отправились домой к Эмилии. Её мама пришла на помощь уже самим героиням. И долго успокаивала возволнованных девочек. Их трясло, плакали. Я сама-то давление поднялась, боялась. Ну, когда вот я говорила, до этого дня они приезжали, что кто-нибудь пока не утонет, говорю, вы нам, наверное, дорогу не сделаете. Часть траншеи засыпали уже на следующий день после инцидента. А самих девочек готовятся представить к награде. Им вручат медали МЧС России за спасение погибающих на воде. Если бы была такая ситуация снова, мы бы снова кинулись на помощь.